Вся информация и видео, опубликована на нашем сайте, взята из открытых источников, следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. В Ереване истерика по поводу украинского внешнего курса, который направлен на развитие военно-технического сотрудничества между Украиной, Азербайджаном и Турцией, Армении в этом векторе места нет. Как передает АЗ. Эйзи, Аксар. Эйзи публикует интервью с украинским военным экспертом Олегом Стариковым. В пункте 36 указа об утверждении новой стратегии национальной безопасности, подписанного президентом Зеленским, в числе стратегических партнеров Украины упоминается Азербайджан. Как бы вы оценили это? Положительно, так как сотрудничество между нашими странами улучшается и возрастает товарооборот, что не может не радовать. После обнародования указа сразу же армянские СМИ обрушились с критикой на Киев. Какие только эпитеты не использовались в адрес президента Зеленского, вчерашний клоун, гнусавый карлик, паяц. Как вы считаете, должно ли МИД Украины должным образом отреагировать на подобную наглость? Министерство иностранных дел просто обязано отреагировать должным образом, например, вызвать посла Армении и хорошенькое его пропесочить, и объяснить ему, что к чему. Кстати, согласно мнению армян, именно благодаря их соплеменнику Авакову Украина еще жива как государство. Интересно, знают ли об этом сами украинцы? Смеется. Министр внутренних дел Аваков исполняет свои обязанности ровно до тех пор, пока Верховная Рада считает, что он соответствует должности министра. Кстати, согласно опросу по рейтингу, есть еще один интересный момент. К Авакову всего лишь 13% относятся положительно. Почти половина украинцев недоволна им. Еще одной причиной для жестокой обиды стало для армян то, что Зеленский после визита в Баку не отправился в Ереван. Действительно, почему? Что это было, жест, что Киев выбрал себе основного партнера на Кавказе. Это было, в первую очередь, напоминанием о том, что Армения в марте 2014 воздержались при голосовании по Крыму. Кстати, те же самые армянские СМИ предполагают, что Украина может присоединиться к военному тандему Азербайджан-Турция. На мой взгляд, это вполне возможно. Особенно есть учесть последние договоренности о совместном производстве турецких беспилотников. А как считаете вы? Развитие военно-технического сотрудничества между Украиной, Азербайджаном и Турцией развивается, что соответствует интересам этих стран. Украина определилась с внешним курсом и отошла от многовекторности. Кроме евроатлантического курса определено и восточное направление, Азербайджан и Турция. Армения, что называется, в пролете.